Шабунов! И самый детский, и самый музыкальный пейлиотеатр, но не стольки! Ну, уважаемый член жюри, пожалуйста, кто начнёт? Что-то как-то все потупили. Вы хотите начать чего-нибудь... Нет, это, Шабунов я сразу узнал. Вот так вы хотите, я вам попаю, да, и умеет такие движения делать. Вот решение, почему-то он делал эти движения, вот как Бог пил, да, и такие сборы. Это невероятно. Я не думаю, что Булетову, пока он делал эти движения, в зале были другие движения, людей в обмороке наносили. А вот скажи, ты можешь, я этого объяснить не могу. Или ты тогда был ребёнком? Нет, ну как, я тогда был... Давай профессора спросим, а? Давайте. Геннадий Викторович, почему это происходило с людьми? Вообще, когда появился вот этот коллектив «Ласковый май», очень была популярна такая фраза, она ближала человеку, который жил задолго до «Ласкового майя», и главное, не в России, во Франции, во Барши, в наше время, чего не стоит говорить, то поётся. Так вот, и они просто олицетворяли формулу эту. При сумасшедшем успехе я был свидетелем того, что творилось на стадионах Советского Союза, когда приезжал отца «Ласковый май». Шатунов был суперстар. Суть, что такого, была передана точно, абсолютно. Манера точно, абсолютно. Друзья, мы с вами пришли, на самом деле, от главного вопроса. Поэтому... Александр, да нет, мне опять Любовь Юрьевна подсказала. Это... Я Максим. Да, это Александр Бонн. Но чего там говорить? Зачем кинул кота за хвост? Максим Алиин знает всех. Если бы я не увидел за вашей спиной вот этот вот флаг практически... Вставайте, вставайте! Я бы с вами вступил бы в какой-то диалог. Это Александр Бонн! Участник нового сделан, что он тут что-то еще! Олег, мы делали в голосе, это прекрасно. И... Мне так сложно повесить вот эту вот шатуновскую манеру. Он как будто позволяет себя любить. И действительно с ума все сходили. И до сих пор сходят с ума. Это один из самых высокооплачиваемых артистов, который собирает залы. Чего я и Бог желаю, что я думаю, вы будете еще больше собирать. Потому что вы очень талантливые. А поймать вот эту манеру, вот именно вот этот нюанс, потому что это нюанс. И это ювелирная работа. Вот за такие нюансы хочется ставить пятерки. Так а хочется и не ставишь. Я уже поставил. Пять! Пять! Академия Евгений Самойлов признал вину и дает показания против главной службы Вячеслава Гайзера и других обвиняемых. Ранее Гайзер был арестован в основном судов Москвы до 18 ноября по обвинению в организации преступного сообщества и в мошенничестве. Судик главных фигурок дела заявил, что вину не признает. ЦСКА победил Мордовию в гостях с хоккейным счетом 6-4. По ходу игры армейцы уступали 0-3, 3-4 и все же вырвали победу. Командам не хватило одного гола, чтобы повторить рекорды результативности чемпионата в России. В 92-м Асмарал победил зимит со счетом 8-3. ЦСКА уверенно занимает первую строчку в турнирной таблице. Я попереду. Спасибо много. Манера, как сказал Максим, или у него все-таки есть какой-то голос? Я хочу разобраться. Знаете, я, кажется, могу своим коллегам и себе ответить на вопрос, в чем секрет такой невероятной популярности. В Юле есть действительно какая-то узнаваемость. Он вот про школьные вечеринки, он про песни в подворотне, он про всех детей, которые ему подпевают. Он очаровательный, милый, у него чудная детская улыбка. Он такой про нашу жизнь, поэтому он так узнаваем и так любим. Это единственный вот мой ответ на этот вопрос. А голос у него совещательный. Вот есть голоса тембральные, есть голоса громкие, тихие, а есть совещательные, то есть которые всем удобные. Он такой, как вам сказать, тембрально, может быть, и не очень узнаваемый, но он приятный, он поет чисто. На его иждивении, вот то, что он делает, ездит, не собирает в динарар свой карманчик или куда-то там банку трехлитровую, а он помогает детским домам, он помогает детям-сиротам. У него после этой стюкетки, я-то просто только забыл, а он помнит. Так вот, за этот вялый полуфитнес, полу-десять. Пять! Итого Александр получает 20 баллов, которые ему подойдут сегодня лишь в дом. Высаживайся. Я напомню, дорогие друзья, что в конце нашего шоу появился 3-10 судьи, отцепи готового.